Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В IT-лицее КФУ прошла Олимпиада по математике. Отчего нужно защищать спутники? Открыт набор на изучение татарского языка в КФУ. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с директором Института демографических исследований Сергеем Рязанцевым. В рамках встречи обсудили перспективы сотрудничества в сферах образования и науки. В частности, речь шла о подготовке новых международных магистрских программ и программ аспирантуры, а также разработке совместных проектов в части исследований миграционных и демографических процессов. На площадке IT-лицея Казанского университета прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Среди 360 участников, приехавших из разных уголков республики, 32 представители IT-лицея. Какие возможности дарит победа в Олимпиаде, смотрите далее. Бутылка воды и плитка шоколада с таким запасом школьники остаются один на один с математическими задачами на ближайшие 4 часа. Все работы зашифрованы, телефоны сданы, а волонтеры следят за наличием шпаргалок. В этой честной интеллектуальной борьбе школьники сражаются за первое место и заветный приз. Дальше по определенной квоте, когда уже вся Россия напишет Олимпиаду и будут известны результаты, кого-то пригласят на заключительный этап Олимпиады. Что это дает, знает каждый олимпиадник. Победа на заключительном этапе – это гарантированное место в лучших вузах страны. Ну и, конечно, Казанский федеральный университет очень заинтересован в том, чтобы лучшие ребята, которые участвовали, побеждали на Олимпиаде, приходили и учились у нас. 60 экспертов в области математики станут проверять молодые умы, лучших школьников со всего Татарстана, победителей школьных и муниципальных этапов. Среди участников не только старшеклассники и учащиеся средних классов, но и маленькие гении. Я со второго класса начал опережать математику на три года, и уже сейчас у меня много хороших преподавателей, которые мне помогают, и мне уже программа своего класса неинтересна. Я решил попробовать Олимпиады. Я хочу попасть на международный уровень и поступить в какой-нибудь очень хороший университет. Традиция математического образования в республике очень серьезна. И по словам директора IT-лицея Ильдара Мухаммедова, важную роль в ней играет Казанский университет. В сравнении с другими регионами, я думаю, что этот колоссальный потенциал, который мы имеем здесь, в республике, он дает вот эти плоды. И мы поэтому на фоне других регионов Российской Федерации очень хорошо выглядим и ежегодно достигаем очень хороших, высоких результатов на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Мы и на международных олимпиадах тоже побеждаем. В музее Казанского университета открылась выставка новых поступлений. Фонду музея было передано 682 единицы хранения. Все подробности далее. Среди новых поступлений коллекция личных вещей и документов Владимира Корчагина, выпускника геологического факультета Казанского университета, знаменитого писателя, автора романа «Тайна реки злых духов». В этом году мы получили таких четыре крупных коллекции. Это нашего выдающего все физика Дмитрия Александровича Гольдгаммера, писателя, геолога, выпускника Казанского университета Владимира Владимировича Корчагина, доцентра Института филологии и межкультурной коммуникации Людмиры Лоисергеевны Андреевой и нашего профессора, историка, участника Великой Отечественной войны Ивана Михайловича Ионенко. Выставка новых поступлений в музей Казанского университета является традиционной и ежегодной. Фонды музея пополнились подарками гостей университета из других стран. Каждый год в начале года мы демонстрируем нашим посетителям экспонаты, которые к нам поступали в течение всего года. В этом году в выставке новых поступлений приняли участие музей истории Казанского университета, зоологический музей Гербарии имени Версмана, геологический музей и музей Казанской химической школы. На открытии выставки также присутствовала внучка Дмитрия Кольдгаммера Ксения Александровна, которая передала экспонаты в музей. Мне всегда приятно приходить в наш музей, видеть, что музей развивается. Она сама выпускница физико-математического факультета нашего университета. И она очень рада, что память о ее деде у нас сохраняется. Посетить выставку могут все желающие. Место проведения – предактовый зал Музея истории Казанского университета по адресу улица Кремлевская, 18. Время работы музея с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Елизавета Никитина, Фарид Захит Атглы, Универньюз. Не только люди нуждаются в защите, но и любое оборудование. Например, спутники в космосе. От чего нужно их защищать и как лучше это сделать, узнаете в нашем следующем сюжете. Санкт-Петербургский университет. Телекоммуникацию и за многое другое. Объединяет их одно. Есть заряженные частицы, которые их непрерывно бомбардируют. Есть поток солнечного ветра. Если на Земле мы защищены атмосферой, то в космосе радиация в разы больше. А если мы уходим в далекий космос, то есть оказывается заново геносферой Земли, то радиация еще больше усиливается. Речь идет про заряженные частицы, конечно. Полученный материал потенциально может быть применен для новых космических аппаратов. Но ученые не исключают, что его можно будет использовать и для земных приборов, которые работают в условиях повышенного радиационного фона. И электромагнитное излучение, и заряженные частицы могут достаточно... Они обладают очень большой энергией, и, соответственно, они могут достаточно эффективно нарушать работу аппаратуры. Проблема воздействия космической радиации была всегда, но именно сейчас придумали наиболее эффективный материал, который сможет защитить спутники, говорит Роман Жучков. Энджи Минибаева, Универньюз. В Казанском университете уже с 2011 года проводятся курсы татарского языка для широких слоев населения. В этом году ВУЗ открывает бесплатные курсы совместно с комиссией при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка. Все подробности далее. Курсы будут проходить в течение трех месяцев с конца февраля до конца мая и будут проводиться два раза в неделю по три часа. Курсы будут организованы по уровню и владению курсиста татарским языком. Будут курсы А1, как мы говорим, значит, нулевое владение языком. Также будут курсы по Б2. Это уже владеющие татарским языком, которые хотят усовершенствовать свой язык. Сейчас идет запись на эти курсы. И запись продолжится до 21 февраля. И предварительно 25 февраля мы планируем начинать данные курсы. Курсы будут вести высококвалифицированные кадры по татарскому языку. Кандидаты и доктора наук. Преподаватели очень умело дают язык для широкого населения и даже организуют разные мероприятия. Например, своими группами ходят в театр, на уроках обсуждают эти спектакли. Также применяют разные методы обучения татарскому языку. Конечно, основной метод у нас это коммуникативный метод. Мы учим говорить на татарском. Мы не даем грамматику, мы не даем синтаксическую систему татарского языка. Все это дается на примерах. У нас, кстати, был такой учебник у Каюма Насери «Татарский язык в примерах». И мы тоже обучаем татарский язык в примерах, в предложениях, чтобы люди сразу заговорили. Также на эти курсы с удовольствием ходят иностранцы. В основном они студенты Казанского федерального университета. Когда мы говорим, почему, если они не филологи, зачем им татарский, они говорят, мы вот несколько лет живем в Татарстане, и по окончании университета хотим увести с собой и диплом казанских вузов, и татарский язык. На этом все. В студии была Диана Шеленкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»